Всех приветствую снова на нашем замечательном строительном или полу-околостроительном канале. Посмотрите сзади меня на этого каменного красавца. Вам не кажется, что чего-то в нем немножко не хватает? Не хватает хотя бы закрытия этого страшного некрасивого серого пеноблока. Мы живем в яркое время, в яркой жизни. Честно, пеноблок меня угнетает. Именно по этой причине я подхватил тему, которую вы мне накидываете в комментариях, начал ее вентилировать, и она превратилась у меня в вентилируемый фасад. Какой он будет, я жду вашего совета. Ну, а моя задача сегодня обить это все бруском, утеплить, обшить и ждать, какой фасад мы с вами выберем. Так, куда я все кашу? Покажу. А кашу я взглядом на свою любимую елочку, которую я посадил сюда, как только взял этот участок. Торчал маленький-маленький кончик из-за забора, а теперь уже вон какая красавица вымахала за 7 лет. Все-таки, если честно, созидать намного круче, чем лежать на диване или разрушать. Созданием чего-то прекрасного мы и займемся в этом выпуске. Поехали! Впереди нас ждет несколько серий проекта утепления фасада. Предыдущий выпуск вызвал массу споров и претензий. Возможно, это просто реакция на мою недосказанность самой ситуации. В этом и последующих роликах я постараюсь закрыть все вопросы вместе с тем, полностью раскрыв для вас тему утепления именно моего дома. Итак, одним из первых комментариев был вопрос о том, как ты попадаешь саморезом в забитые в стену дюбеля. Все просто, друзья. Первым делом я создал два шаблона. Первый призван делать отверстия в брусках, а второй я прикладываю к самой стене и по нему делаю отверстия уже в пеноблоке. После чего туда забиваю анкер. Остается лишь прикрутить брусок. В этой серии путем проб и ошибок я сформирую у себя и у вас правильное понимание крепления обрешетки для последующего утепления вентфасада. Очень тяжело, конечно, снимать, когда вечером ставишь уровень, а днем прикручиваешь. В общем, леса мы сейчас переставляем вот на вот эту стену. Она, кстати, более-менее ровная. Даже если вот так по плоскости посмотреть, то к ней, скорее всего, прям очень-очень мало будем подставушек делать. Но она прям вот идеалочка. И прям смотришь, она по уровню. Но, возможно, все равно какие-то завальчики имеются. Теперь то, с чем я въехал в пень в прошлый раз и хотел даже задать вам вопрос, но потом сам разобрался и хочу сейчас это объяснить людям, которые вдруг соберутся тоже делать обрешетку дома для будущего утепления под фасад. Вот эти моменты, это очень нехорошо, потому что минвата имеет размер 50 мм. И получается, она будет вваливаться туда. Ну, то есть, с одной стороны, это неправильно. Вот, пришлось делать вот такие подкладушки, чтобы выровнять это все по уровню, потому что второй слой будет горизонтальный, а потом опять вертикальный. Максимально важная точка крепления всей конструкции в моем случае это между бруском и пеноблоком. Поэтому принял решение этот узел связывать без прокладок. И честно, не прогадал. Теперь считаю, что именно так и правильно. Но при одном условии, если стена более-менее ровная. На кривых и сильно завальных стенах лучше использовать подсистему с применением прямых подвесов. Кстати, еще одна находка. Брусок удобнее снаряжать саморезами еще на земле, чтобы не тратить наверху на это время. Позже я так и буду делать. Это здорово упрощает работу. Ну, и есть еще один плюс. Стены в той части дома у меня оказались более ровные. Помню год, когда я подшивал с этих лесов карнизы. Зима была малоснежная, и мы просто двигали сходни вдоль дома. Этот год порадовал ребятню снегом, но меня его уборкой. К чему это? А вот к чему. Леса приходится разбирать при перестановке. Хочу поблагодарить тех, кто напомнил мне в комментарии про красные очки. С ними луч виднее днем процентов на 30. Но этого уже достаточно для того, чтобы сделать правильную отметку на стене. Как раз вот тот самый шаблон, по которому и делал все отметки под вбивание дюбеля. В предыдущем выпуске я все время говорил виниловый дюбель. Конечно же он нейлоновый. Да, некоторые пеноблоки оставляют желать лучшего. Просто кошмар. Представляете? Если меня кто-нибудь спросит, советуешь ли ты серый пеноблок, друзья, ну, как теплозаполнение можно. Но когда касаемо фасада, возникает вопрос, а стоит ли это того? Реально очень плохо держит. Плохо. Не то, что очень плохо, но плохо. Далее в видео я расскажу, как придумал крепить дополнительно. И это реально работает. Хотя и нейлон держит отлично. Почитал ваши комментарии, разнесли меня, конечно, в них просто кардинально. Не надо было этим заниматься. Это не вовремя, это неправильно. Вату сейчас клеить нельзя, сейчас холодно. По поводу ваты. Сразу хочу сказать, что я против экструзии на паропрозрачные материалы. Хотя, если должным образом посчитать точку росы и использовать правильную толщину экструзии, то точку росы можно и сместить, что ее не будет в промежутке между экструзией и стеной. Да, это возможно. Но чтобы не было никаких рисков, чтобы сделать это все правильно и фасад дышал, я буду использовать все-таки минеральную вату. По поводу укладывания. Это будет в два слоя с перехлестом швов. По поводу продувания стены. Я очень сильно, наверное, акцентировал внимание в прошлый раз на продувание моего пеноблока. На самом деле не все так страшно. У меня есть парочка таких мест, где прям дует. Но сам мой выбор начала работы на фасадом был, конечно же, не из-за продувания. Просто, как я говорю в своих роликах, периодически я люблю, когда вокруг меня красота. Пеноблок реально уже наскучил. У меня сейчас появилось зимнее свободное время, когда вроде как нельзя заниматься отоплением. Я подумал, почему бы мне не сделать фасад. В общем, наслоилось несколько различных вариаций. И как-то это все выкристаллизовывалось у меня в определенную мысль. Почему бы нам не сделать фасад. По поводу отопления ничего не теряется. Даже если я в этом году, допустим, не успеваю сделать все этажи, то первый этаж уже радиаторная сеть есть. И 100%, ну, блин, опять же, нельзя гарантировать 100%, но процентов 80 того, что мы запустим газовый котел. И у нас отопление в этом году уже будет. То есть в этом доме уже можно будет зимовать. Также можно доделывать в это время и полы в подвале. Можно начинать первый этаж доделывать. В идеале, конечно же, въехать всей семьей. Но тут возникает новая проблема, которая прям глобальная. Чтобы заезжать сюда всей семьей, нам 100% нужен второй автомобиль. А это немалые деньги. Начинаю так всеосмысливать и понимать, что если удастся, дай бог, то, конечно же, все будет здорово. Если нет, то в любом случае я зимовать здесь буду. Строить буду зимой. Доделывать необходимые вещи. Я не сливаюсь, я не съезжаю обратно. Моя мечта в этом году, чтобы дом заработал. Дом стал теплым. К этому я иду. И эту идею я не брошу. Сейчас слез с лесов. Решил проверить свою страховку. Она меня поймает на высоте 15 сантиметров от земли. Смотрите. Но все равно же это защита, да? Правильно? Это же все равно страховка. Пока один Денис балдеет внизу, проверяя на крепкость систему защиты, другой целенаправленно идет к своей мечте. Сейчас прилетит за раздвоение личности. Но если серьезно, такие вот разные настроения бывают в один день настройки в моменте. Как же удобно крепить на высоте уже подготовленный брусок с заранее вдетыми в него саморезами. Работа идет. Все отлично. И я хочу еще сказать один важный момент. В прошлом выпуске я начинал прикручивать все направляющие через прокладки. Для того, чтобы сразу выровнять стену. Когда я начал прикручивать сразу в тело стены, это стало намного лучше. Во-первых, пеноблок лучше принимает сам брусок. Он держит его хорошо. Во-вторых, у нас не будет никаких пустот прокладывания минваты. Ну а выровнять, если придется, саму стену, я планирую уже на последнем этапе. Это правильный совет. Хорошо, я немного накосячил. Пройдя вон тот небольшой участок, я понял, что так лучше, так крепче и так правильнее. Советую крутиться к чему есть, а уже потом выравнивать. Также прилетел коммент по поводу консоли, что если у тебя есть консоль, то делай облицовочный кирпич. По кирпичу я уже объяснил, что эту работу делать я не хочу. Понимаете, в чем дело? Даже облицовочный кирпич, это все равно вентилируемый фасад. Он тепла дому не дает. Я вам покажу на колоннах проблемы, где вода попадала в слои и откалывала кирпич. И такое же у меня есть в поселке у моего товарища. У него то же самое. В какие-то места вода попадает. На сегодняшний день кирпич почему-то делает не такого хорошего качества. Он расслаивается. Это не главная проблема. Высолы на кирпиче, сама тяжесть работы этой кладки. Представьте, 320 квадратов мне выложить кирпичной кладки. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу заморочиться чем-то красивым. Возможно, этот фасад и не будет супер какой-то топовый, крутой. Но это что-то будет интересное. Много предложений прилетело от вас в комментариях. И я все их хочу рассмотреть и сделаю... О, придумал. Я сделаю в сообществе голосовалку по вариациям, которые вы мне предложили. Среди них были фиберцементные плиты. Потом был виниловый фасад, декоративный камень. Среди них был хауберг, блицовочный кирпич, понятное дело. И еще был планкен. Это деревянные панели фасадные. То есть они идут такие трапециевидные панели. Ну, это дерево. Такие вроде вариации. Я сейчас приеду в город, все это дело хорошенько изучу, провентилирую. И вам дам голосовалку. Но у меня уже в голове сейчас начали возникать свои мысли. Такие интересные. И, возможно, по ним я и пойду. От вас я все-таки хочу получить подтверждение моих слов. Надеюсь. Также прилетело за то, что брусок сгниет. Обработаю его обязательно биозащитой. Или это глупости и никогда не использую черные саморезы. Друзья, если брусок будет попадать во влажную среду и на нем будет концентрироваться влага, то, наверное, грош цена такому фасаду. То есть, значит, я уже сделал его неправильно. И любые присадки, они немножко только оттянут время. Правильнее всего, на мой взгляд, сделать работу правильно. Чтобы вентилируемый фасад реально вентилировался. Я думаю, что, сделав это правильно, у нас не будет никаких проблем. Вон даже, видите, вороны готовятся к утеплению. А вы говорите, нам утепляться в Сибири не нужно. Нужно. И это время самое для того подходящее. И один из важных моментов, почему я делаю это именно сейчас, потому что, друзья, я складывал этот дом из пеноблока под палящим солнцем. И я помню, какие у меня корочки на спине формировались. На память от всего этого мероприятия у меня остались на спине пигментные пятна. Ультрафиолет меня немножко пожевал. Поэтому оставлять это на жару я не хочу совершенно. Ну и еще один нюанс, который сразу же перекроет ваше понимание, почему я не оставляю такие сложные работы на лето. Друзья, я пчеловод. И лето это то самое время, когда я должен уделить внимание своим труженицам. А, ну и здесь, наверное, самое время сейчас расположить вот эту ссылочку. Потому что, перейдя по ней, вы можете приобрести у нас вкусный медок. Там, правда, осталось баночек 50 уже, потому что все, смели, что можно было. Спасибо вам большое. Вы очень помогаете мне строить этим самым. В прошлом видео меня очень сильно поругали, что я много болтаю. Поэтому, друзья, все, закру... Уже... Пойдемте, занят. Пойдемте работать. Половину дома прошел, осталось совсем немного. Дальнейшая работа по обрешетке в разы приятнее и проще. Уже не терпится начать утеплять дом. Хочется скорее спрятать этот неприглядный пенобетон под красивый фасад. Но всему свое время. Такие работы реально правильнее начинать в теплое время. Осталось совсем немного, ведь уже весна. Хотя весна в Сибири, это еще тот квест. Давненько мы с вами не гуляли за территорией нашего дома. Обычно мы это делаем летом, но сейчас прям охота и зимой. На фасаде, конечно, я наворотил красоты мало, но зато это крепче. И когда вата установится, зашьется, будет прекрасно. Вот пока как получается. Но я думаю, что ругать здесь за фасад меня никто не будет. Нормально смотрится, все ровненько, все красиво. И главное крепко. Кстати, выработал один вариант. Знаете, когда брусок прибиваешь, он крепится на нейлоновые дюбеля. И еще я делаю два косых самореза в пеноблок. Потому что пеноблок все-таки качества не очень хорошего. А вот эти косые саморезы, они дают определенную крепкость. Я проверял, действительно это работает. То есть с боков получается перекрестное засверливание. Ну, как бы это плюсом. Это не основной крепеж, это плюсовой, дополнительный. И крепит очень хорошо. Я хотел сначала, и даже попробовал на прямые подвесы, но не то. А вот эти косые прям хорошо держат. Вот такой вот красавчик. Уже пеноблок не смотрится, уже видно обрешетку теперь. И я просто, ну не знаю, у меня душа поет. Классно. Вот на это все у меня ушло 4 дня. Веранду зашью и, наверное, надо будет леса переставить на кукушку, вот на этот флигель. И на нем я вам расскажу, как я прохожу окна. Потому что вот на этих двух окнах я уже потренировался, и оконные проемы теперь прохожу вообще на раз. Вот о чем я и говорил. Помните про персиковые кирпичи? Персик и шоколад. И когда мы их сделали, я угол санузла на втором этаже уже сразу думал, что буду делать тоже в шоколадном варианте. И купил Эльбрус. А потом мы с женой уже подумали, а если мы весь дом этим Эльбрусом обошьем, наверное, это будет очень темный, некрасивый дом. И если даже светлый сейчас Эльбрус сделать ниже, то это будет как-то смотреться. В общем, мы подумали, что было бы классно этот Эльбрус с чем-то чередовать. С чем-то под кирпич. То есть вот что-то под вот эти кирпичики будет просто классно. Короче, думаем. Думаем пока. Заготавливая очередную партию шаблонов, уже сформировалось представление об этой работе, и процесс стал идти намного быстрее. Терраса из комнаты моей дочки особенно важный для меня объект. У принцессы все должно быть просто идеально. Как-никак, это будущая чилаут-зона для фотосессий. Не ожидали? Думали, я тут вдвоем с отцом все это понастроил. Ну, так и есть. Но сегодня Женя смогла вырваться на стройку. Хоть было и совсем не жарко. Помогла в подсобных делах. Надо бы все-таки купить и тоже Робу. Правильно ли я понимаю, что тему первой сетки об решетке я раскрыл полностью? Тем, кто не смотрел, советую глянуть первую серию по этой тематике, в которой я рассказывал о смете, сечениях, крепежке. Ссылку я оставлю в описании под видео. Так как фасад скоро будет закрыт, все коммуникации нужно заложить заранее. Это слаботочка, освещение, сигнализация, видеонаблюдение. Давайте попробуем набрать хотя бы тысячу лайков. И тогда эта серия тоже будет в полной мере освещена на нашем канале. Как только закончится этот выпуск, сразу же встречаемся с вами в комментариях. И там мы обсудим все вопросы по поводу выбора будущего фасада. Хорошо? В ближайшее время займемся кукушкой. Я так называю эркер. Ну и пойдем в эту сторону. У кого-то может возникнуть вопрос, а почему я не пошел сразу по ходу все вместе. Две причины. Первая причина это как раз та, которую вы писали, что надо дождаться тепла. Такого более-менее тепла для этой работы. Второе, я хотел понять, как работает обрешетка в принципе. Ну и третье, минеральную вату я еще не купил. Это главная причина. Хочу показать, что у нас получилось. Как я говорил, крепится очень крепко к телу стены. По поводу всех щелей, о которых вы говорили, что надо штукатурить. Я их потом запеню хорошенько, перед тем, как укладывать вату. То есть пропенил, прям вату приложил. Все. Я считаю, это лучшая чеканка. Не нужно ничего сейчас штукатурить. Эти мосты холода из-за штукатурки, она все-таки цементная. А пена, она будет заполнять пустоты и давать дополнительное тепло. Точнее, не давать дополнительному теплу, уходить из дома. Сейчас покажу, насколько ровненькая у нас стена. Реально, они ровные. Я боялся, что стены будут завалены где-то местами. Они нормальные. Теперь здесь леса убрал. Видно, насколько тут... Ну, получилось, да, вверху там немножко некрасиво. Но это все ватой заложится и будет шикарно просто. Кто говорит, что обрешетка это неправильно, что лучше на грибы и построить подсистему из металла. Мне нравится. Мне нравится. Еще вы писали в комментариях кто-то, что у тебя все поведет, рассохнется и так далее. Друзья, этот брусок, он сухой полностью. Он сушеный. Он две недели лежал в сушилке. То есть у него влажность 8%. Насчет рассохнуться или повезти, его уже не поведет. Он уже максимально сухой. Набрать влагу. Те, кто хоть немного имеет отношение к дереву, узнают, что палка сосет влагу только с торца. Сколько она здесь насосет влаги с торца? Да нисколько. Проще. Смотрите дальше наши серии. Вы все поймете и вам все в конце понравится. К черту все предрассудки. Все будет хорошо. Ну, в общем, я прощаюсь с вами до следующего видоса. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok